В четверг, 16 апреля, в Рязанской филармонии прошла встреча журналистов с известным актером Максимом Авериным. Он рассказал о своей роли в спектакле «Отелло», о своих планах на будущее, а также о том, какие из его ролей самые любимые. Мы вам привезли спектакль «Отелло» по пьесе великого Вильяма нашего Шекспира. Это пьеса о том, когда человек, который никогда не знал, что такое любовь, он привык быть воином, героем, полководцем, кем угодно, но любить он не умел. И вдруг ему Господь дает это чувство, но поскольку он не умеет с этим обращаться, он уязвим. Это пьеса сродни вот как маскарад Лермонтова, когда ты вроде все знаешь в этой жизни, ты все испробовал, испытал, и Господь тебе говорит, ну-ка, вот пройди-ка это испытание. И самое главное испытание, испытание любое, человек не смог пройти. Вот, наверное, про это история, про эту роль, поскольку мне посчастливилось в жизни уже работать с таким материалом, как маскарад, то для меня это большая радость и счастье актерское. Потому что, вы понимаете, можно о любой другой роли мечтать, в моем варианте, белокожим. Но роль Отелла как-то я совсем даже не то чтобы не предполагал, а даже и не фантазировал в эту сторону. И вдруг вот у театральной компании «Свободная сцена» родилась вот такая идея. Поскольку у нас уже длительная дружба, вот они решили меня удивить вот таким материалом, чему я безмерно рад и благодарю их за это. Спасибо вам большое. Вообще для чего театр? Театр для того, чтобы человек хоть иногда освобождался от суеты будней наших, понимаете. А театр ему давал жизнь. Потому что мы в нашей суете совершенно забываем о самом главном нашем предназначении жить и любить. Понимаете, мы занимаемся огромным количеством пустотельных дел и совершенно забываем о себе, о том, кто рядом, кому, кто нам необходим. Понимаете, мы сейчас особенное сумасшествие в мире, потому что огромное количество фриков, понимаете. Нам подменяют музыку какой-то целлюлойной музыкой. Нам перемешивают любовь с журналом «Флирт», который раздают, понимаете, на дорогах. Это все идет огромная такая, как это сказать, дезориентировка времени, понимаете, вот подмена. Как бы любим, как бы дружим, как бы вместе. Поэтому я бы хотел, чтобы все-таки театр занимался вот этим главным предназначением возвращать человека к человеку. В том числе, даже если это трагедия, в ней все равно есть глубокий смысл. Я понимаю, что многие люди сейчас говорят, ну давайте нам развлечения. Я бы мог бы каждую неделю приезжать в Рязань с разными названиями, пирожки с чем-то, красной шапочкой, все остальное. Но я не хочу просто вас развлекать. Конечно, мне нравится, когда зритель улыбается. Для меня это вообще великая честь. Но я бы хотел, чтобы после моих спектаклей зритель выходил воодушевленный, с желанием жить и все-таки стремиться к самому. Что такое жизнь? Это путь к светлому, путь к Богу. Бог создал нас, себе подобных. Он же не создал нас рыбами, крысами. Он дал нам возможность быть похожим на него. И весь человеческий путь, это путь к тому, чтобы хотя бы приблизиться к пятам его. Извините за такую проповедь, но это абсолютно мое мнение. Вот вы знаете, сейчас вот на улице, не дам соврать, вот Паша, Павел Аркадьевич это слышал вечно. Ко мне подошла девушка, она не назвала ни Глухаря, ни Склифосовского. Она сказала, спасибо вам за гранатовый браслет. Понимаете, вы не думайте, что я там не люблю эти роли. Я их люблю, они мне очень многое дали. Они дали мне широкую популярность. Они дали мне возможность так, что я теперь езжу по стране с моноспектаклем, спектаклем «Отелла» и спектаклем всего мужчинок. Конечно же, имеет значение телевидение и кинематограф. Он дает такую вот широкую известность. И отказываться говорить, не задавать мне вопросы про Глухаря. Нет, я очень люблю эту роль, потому что я ее делал сам. Понимаете, я три года сделал от А до Я. Почему я ушел от А до Я? Я же мог 10 лет там сниматься. Потому что я люблю эту роль. Потому что я не хотел, чтобы она стала, как туалетная бумага у вас, понимаете. А привычное, знаешь, отдирание, четырехслойное. Поэтому я люблю свою работу, я ею дорожу. И поэтому, поскольку мне хочется, как и Зельдину, в 100 лет выйти к вам еще на сцену, то поэтому я дорожу этим. Я ей сейчас и с Клифосовски закончил. Вот четвертый сезон, он последний. Потому что надо идти дальше. Надо идти дальше. Для меня еще очень много... У меня сейчас вообще возраст, когда для меня открывается огромное количество плацдарм, прекрасных ролей. Так давайте я вас еще удивлю. Понимаете, как только я понимаю, что здесь я все уже знаю, мне уже неинтересно этим заниматься. Значит, я там все сделал. Значит, надо идти дальше. Продолжение следует...